МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало января 2024 года. Москва. На территории ВДНХ уже два месяца работает выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны. 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Все сделано для того, чтобы посетители выставки почувствовали радость и гордость за свое великое отечество. Но что это такое? Всего в 60 километрах от ВДНХ в подмосковном Климовске без отопления и горячей воды остались десятки тысяч людей. Большая коммунальная авария, ЧП областного масштаба. Кого обвинить, нашли очень быстро. Первыми под арест попали начальник местной котельной и замглавы администрации Подольска. Но свести все к отдельным нарушениям и ошибкам на местах было невозможно. Аварии, словно по чьей-то команде, в январе происходили и в других городах России. ЗАМЕРЗАЕМ 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 Заговорили о том, что проблема назревала давно и что у нее системный характер. Ох уж этот Ленин. Ох уж эти большевики. Столько мин после себя оставили. Похоже, начали срабатывать гидротермальные бомбы, которые коммунисты десятилетиями зарывали в землю святой тысячелетней Руси. Ну а если без иронии, то ни для кого уже не секрет, что износ коммунальной инфраструктуры в нашей стране давно стал критическим. В августе 2021 года Сергей Степашин утверждал, что он достиг 60-70%. А летом прошлого года руководитель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков сообщил, износ коммунальной инфраструктуры 80% в среднем по стране. Это значит, что проблемы есть. Некоторые регионы в этом плане более благополучны. Есть те, где ситуация хуже. Но в целом можно констатировать, что в России назрел общенациональный кризис жилищно-коммунального хозяйства. Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре. Можно, что называется, по-разному расставлять стулья, принимать разные решения. Но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится. Но в чем, собственно, загвоздка? Деньги ведь из бюджета выделяются. Сам президент сразу же после аварии в Климовске сообщил, что в 2023 году на нужды ЖКХ в России было направлено аж 337 миллиардов рублей. Огромная вроде бы сумма, в два раза больше, чем в 2022 году. Вот только еще в марте 2020 года Максим Егоров, на тот момент замглавы Минстроя, заявил о том, что денег требуется значительно больше. «Когда мы запросили у регионов информацию о том, сколько средств необходимо на замену сетей, то получили цифру в 4 триллиона рублей. У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом. В первую очередь это объекты тепла и водоснабжения. Но меняются по статистике порядка 2%, сказал тогда замминистра. После аварии в Подмосковье российские парламентарии, чиновники и госслужащие разного уровня начали давать рецепты, что нужно делать и откуда брать деньги. Депутат Госдумы Гурулев предложил повысить коммунальные тарифы на 15%. Уже упоминавшийся Андрей Широков и вовсе считает, что проблема нехватки денег для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства возникла из-за нищих собственников приватизированных квартир. Дескать, это они платят за содержание своего жилья в 4 раза меньше, чем требуется. Их жилище, как считает Широков, нужно передать в муниципальную собственность, превратив жильцов из собственников в арендаторов. А глава Альметьевска Тимур Нагуманов и вовсе предложил отнимать квартиры у тех, кто накопил долги по коммунальным платежам. Еще летом прошлого года долги российских граждан за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 миллиардов рублей. Очевидно, что рядовые труженики и без того в массе своей раздавленной бедностью и нищетой не смогут профинансировать обновление коммунальной инфраструктуры. Но ведь есть же у нас в стране экономика. Есть предприятия, заводы, шахты и месторождения. Они работают, приносят прибыль. Неужели невозможно поддерживать сферу ЖКХ в надлежащем состоянии? Власть имущие в последние два года неоднократно заявляли, что доходы страны растут, несмотря на санкции. Недавно нам доложили, что российская экономика вышла на пятое место в мире по паритету покупательной способности, опередив экономику Германии. Министр сельского хозяйства сообщил о рекордной выручке российских экспортеров продовольствия, хвастаются своими рекордами и отечественные банки. Вот только когда начинаешь читать новости об очередной коммунальной аварии, о нехватке учителей в стране, о дефиците кадров в государственных больницах и поликлиниках, понимаешь, что все эти экономические успехи никак не отражаются на общественном благополучии. Год назад глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что денег у российских предпринимателей много. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть. Этот инвестиционный потенциал банкир оценил аж в 70 триллионов рублей. Деньги есть и деньги немалые. Только это не касса для решения задач всего общества, а частный капитал. Эти средства могут быть потрачены исключительно как инвестиции, чтобы капиталисты получили прибыль. Кто-то скажет, нужно обложить богатых дополнительными налогами. Но кто это сделает? Капиталистическое государство – это государство капиталистов. Самих себя они не обидят. До сих пор не обижали. Если уж экономический кризис, рост цен и прочие проблемы рыночной экономики становятся все более чувствительными и в странах так называемого Первого мира, чего ожидать нам? Противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения – данность для любой кап страны. И это противоречие не разрешается сменой правящей партии в парламенте или избранием нового главы капиталистического государства. Кардинальность ситуации изменится лишь после того, как средства производства снова перейдут в общественную собственность. Тут у нас могут потребовать рецепт действий. А нет никакого легкого и быстрого рецепта. Власть капитала не заканчивается по щелчку пальцев. Для начала политически активной части нашего общества нужно понять – капитализм – это тупик. Тупик жилищно-коммунального хозяйства. Тупик науки и образования. Тупик здравоохранения. Социально-экономический тупик без будущего, где горстка богачей продолжает наживаться даже на фоне разворачивающейся в стране катастрофы. В мире обостряются противоречия между хозяевами крупного капитала. Россия уже участвует в самом большом вооруженном конфликте за всю свою постсоветскую историю. Сможет ли вообще наша страна устоять и сохраниться, оставаясь на рыночных рельсах? Коммунальная авария этой зимы – один из многих симптомов упадка, к которому привела нас так называемая рыночная экономика. Ну и стоит вспомнить о том, почему в Советском Союзе не было подобных проблем. Их не было, потому что электростанции, ТЭЦ и коммунальные сети принадлежали всему обществу. Сфера жилищно-коммунального хозяйства не была местом, где ушлые барыги ищут легких денег. Обеспечение людей электричеством, теплом и водой не было вопросом чьей-то частнособственнической выгоды. Коммунальные сети обновлялись по плану, потому что был единый народно-хозяйственный комплекс. Были фонды накопления. Теперь же коммунальная инфраструктура находится в руках эффективных менеджеров, которые стремятся выжать из нее как можно больше, с наименьшими для себя затратами. В январе СМИ сообщали, что к февралю следующего года в нашей стране требуется заменить 45 тысяч лифтов, а денег на это нет. Никто эти затраты не предусмотрел. В который раз рыночное саморегулирование не явило нам чудо и не обновило лифты в зданиях России. И так в любом общественно важном вопросе. Рынок не подготовил достаточное количество учителей, врачей и рабочих нужных специальностей. Невидимая рука рынка создала такие условия, что из страны уехали десятки тысяч ученых. 30 лет рынка в сфере ЖКХ – это постоянный рост тарифов с непрерывным падением качества предоставляемых услуг. И мы обязательно увидим в ближайшем времени отключение электроэнергии. Подобные тем, что происходили прошлым летом в Дагестане. Коммунальные аварии, как в Климовске и в других населенных пунктах России. А все тяжести этих проблем господствующий класс будет перекладывать на плечи рядовых тружеников. При капитализме иначе не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok